друзья всех приветствую на канале чеснок онлайн в этом видео будем обсуждать самую актуальную тему это тема рентабельности выращивания чеснока сделал специально для вас выписку по разной площади и сейчас непосредственно перейдем к цифрам чтобы у вас было понимание стоит ли начинать этот фит деятельности погнали и так сделал я расчет на 30 соток на 1 гектар и на три гектара исходя из своих данных исходя из своих так скажем особенностей по выращиванию чеснока здесь я подготовил все цифры для того чтобы у вас было представление о том сколько необходимо средств денег и в том числе по временным рамкам теперь предлагаю пройтись более подробно для того чтобы вырастить 30 соток 1 гектар и 3 гектара нам необходимо разное оборудование соответственно это я записал как основные средства и оборудование на 30 соток мы должны иметь минимальный набор это легкий мотоблок сарай 20 квадратных метров и полив на 1 гектар тяжелый дизельный мотоблок у должен быть склад 100 квадратных метров система полива дробилка и сажалка для чеснока так скажем потому что мы не сможем посадить нужный объем в короткие сроки на 3 гектара нам необходимо уже будет приобрести трактор склад от 100 квадратных метров то есть если здесь мы 100 квадратных метров легко вмещаемся то здесь так скажем это минимальный набор для того чтобы выращивать такую площадь потом система полива в принципе она может быть та же самая вот ну просто больше времени придется потратить на полив потом опрыскиватель обязательно на трактор дробилка выкапыватель то есть это может быть специализированная техника может быть обычная советская копалка и складское оборудование то есть это щеточные столы дробилки калибраторы столы доработки инспекционные столы и так далее обрезчики в общем все складское оборудование так перейдем к цифрам и так для того чтобы разработать самостоятельно 30 соток легким мотоблоком вам потребуется среднем три дня три дня мы делаем это два раза и расцениваем свою работу в среднем по полторы тысячи рублей то есть у нас уходит 9000 рублей для того чтобы подготовить землю тяжелым дизельным мотоблоком мы можем подготовить землю за два дня соответственно делаем это также два раза оцениваем свою работу в полторы тысячи рублей либо нанимаем человека который нам будет это делать разработка земли нам обойдется в 6000 рублей на 3 гектара у нас работает трактор опять же это можно сделать за два дня в принципе можно за один ну так скажем беру с запасом делаем два раза оплачиваем механизатору плюс солярка 3000 рублей за смену соответственно получаем подготовить землю у нас 12 тысяч рублей обходится нам подготовка земли в три гектара так следующий основной у нас расход который предстоит делать когда мы входим в этот бизнес это покупка посадочного материала то есть это самый самый большой расход я исхожу из нормы 10 12 килограмм на сотку то есть возьмем с небольшим запасом возьмем 12 килограмм на сотку у нас уйдет посадочного материала соответственно на 30 соток нам потребуется триста шестьдесят килограмм по 250 рублей 90 тысяч на гектар нам потребуется тонна 200 мы должны будем вложить так скажем инвестировать посадочный материал 300 тысяч рублей на 3 гектара нам потребуется посадочного материала 3 и 6 тонны то есть ну почти так скажем три с половиной тонны на 900 тысяч рублей это так скажем самый основной самый большой расход потом после того как мы получим посадочный материал нам его необходимо будет подготовить посадки нами будет необходимо его раздробить на зубки то есть обычно приходит чеснок в головках и мы его не вынуждены будем подготовить для того чтобы он был готов к посадке и так в среднем человек делает дробит вручную 25 килограмм за смену мы ему платим полторы тысячи рублей то есть 360 килограмм у нас будет 15 человек одни по полторы тысячи рублей и на дробление 360 килограмм нам это обойдется в двадцать две тысячи рублей на один гектар и на три гектара имеет смысл уже приобретать дробилку чеснока мы ее заносим опять же в основное средство в данной в данном расчете мы ее учитывать не будем предположим она у нас уже куплена и находится так скажем на складе в полной боевой готовности соответственно после того как мы раздробили чеснок на дробилке человек в среднем делает 80 килограмм в смену бывает что и 100 килограмм если постарается ну так скажем средняя презентабельная цифра это 80 килограмм соответственно для того чтобы раздробить одну и две тонны мы прогоняем через дробилку и потом нам требуется 15 человек одни по полторы тысячи рублей чтобы раздробить такой объем а на 3 гектара делаем примерно тот же самый расчет по 80 килограмм и 45 человек одни нам потребуется для того чтобы раздробить 3 и 6 тонн и мы заплатим за это 67 тысяч рублей так следующий расход это посадка чеснока на 30 соток скорее всего что нет смысла покупать дорогостоящую сажалку поэтому будем садить руками вручную средняя производительность человека 2 сотки в день смену на 30 соток нам понадобится 15 человека дней заплатим и по полторы тысячи рублей и обойдется нам эта посадка в 23 тысячи рублей на 1 гектар имеет смысл покупать уже сажалку под мотоблок и 1 гектар мы в принципе с легкостью можем посадить за пять дней самостоятельно вот либо опять же нанимать человека которому заплатим полторы тысячи рублей и посадка нам обойдется в 8 тысяч рублей опять же я всегда считаю свою работу и оцениваю как минимально из возможны потому что в случае если мы расцениваем это как бизнес мы должны учитывать все свои трудозатраты и смотреть с точки зрения инвестиций сколько мы зарабатываем поэтому я включаю эту стоимость в расчет это очень важно для правильности подсчетов то есть тогда только тогда мы сможем увидеть сколько мы реально зарабатываем на этом вида деятельности вкладывая сюда деньги посадка 3 гектара лучше всего здесь купить уже профессиональную сажалку площадь 3 гектара мы сможем посадить с легкостью за два дня каждый день мы будем платить механизатору три тысячи рублей и обойдется нам посадка всего лишь в 6000 рублей смотрите какая разница опять же за счет механизации то есть здесь 30 соток нам обойдется на 23 тысячи рублей вот имея оборудование имея технику нам это обойдется значительно дешевле хотя площадь у нас будет посадки в 10 раз больше после посадки у нас наступает период покоя и мы готовимся к следующему сезону следующий расход у нас идет прополка чеснока за сезон механической прополки у нас должно произойти как минимум два раза то есть на 30 сотках крайне трудно механизировать прополку в рядочках вот я нанимал людей чтобы они делали прополку мне это обходилось одна прополка мне обходилась в 13000 рублей соответственно в минимум в сезон делаем две прополки и нам это обойдется в 26000 рублей причем прополку я рекомендую все-таки нанимать людей потому что работа очень сложная сделать ее лучше в короткий срок то есть когда сорняки очень активно растут то есть лучше все-таки это дело ускорить один гектар мы можем уже механизировано все это дело пропалывать то есть сделать между рядный культиватор с культиваторными стойками сделать стригельную борону и проходить в среднем может один гектар в среднем можно пропалывать за два дня соответственно мы два раза делаем прополку по два дня по полторы тысячи рублей и получаем 6000 рублей опять же видим разницу при учете механизации три гектара необходимо также пропалывать мы делаем две прополки и за день в принципе трактор справляется платим механизатору 3000 рублей и получаем что прополка нам обходится 6000 рублей причем прополка 1 гектара и 3 гектара мы можем делать это комбинированным способом только не только механикой но еще допустим гербицидами и так далее следующий расход это средства защиты растений и удобрения сами удобрения и средства защиты стоят примерно вот таких денег то есть здесь пропорционально все равно но единственный момент это будет отличаться у нас расход на внесение следующий расход это обрыв стрелки один человек в среднем обрывает 10 соток в день и еще нам нужно заложить на то чтобы повторно пробежаться уже после того как пройдет основной обрыв стрелки поэтому здесь пишем 4 дня вот умножаем на полторы тысячи рублей получаем обрыв стрелки на 30 сотках нам обойдется в 6000 рублей на одном гектаре нам обойдется это в среднем 20 тысяч рублей на 3 гектара 60 тысяч рублей механизировать обрыв стрелки нам экономически не выгодно на такой площади на площади 3 гектара и мы делаем это вручную следующий момент это выкопка чеснока на 30 сотках крайне трудно как-то механизировать этот процесс скорее всего что вы будете подкапывать либо вручную либо может быть стойкой культиватора мотоблока но скорость от этого так скажем не сильно поменяется средний расход средняя производительность это две сотки в день соответственно нам потребуется 15 человек а дней работа очень тяжелая поэтому я сюда закладываю по 2000 рублей смену поскольку нам нужно найти людей в короткий срок выкопка чеснока сопровождается как правило очень жаркой погодой и лучше так скажем сделать все во время поэтому сюда я закладываю 2000 рублей и выкопка на 30 сотках нам обойдется 30 тысяч рублей это только выкопка чеснока соответственно мы просто убираем чеснок с поля на ангар потом еще нужно будет его дорабатывать на одном гектаре мы уже можем механизировать то есть здесь мы можем использовать скобу вот трактор пробегает скобой и мы загоняем людей на участок на поле вот нам обойдется это 30 человека дней и по сумме в 60 тысяч рублей мы примерно должны рассчитывать на такую сумму но опять же повторюсь это только убрать с поля на склад на 3 гектар имеет смысл уже вкладывать механизацию то есть либо это будет комбайн вот я здесь посчитал работа картофеля копалки мы нанимаем по часовую нам обойдется это подкопать примерно в 15 тысяч рублей 3 гектара и загоняем туда людей опять же в среднем 3 гектара нам обойдется убрать в 50 тысяч рублей чтобы вывести этот объем весь объем на склад следующее это доработка чеснока это обрезка чеснока обрезка корней сушка калибровка доработка фасовка ну так скажем и отгрузка вот здесь у нас в среднем ложится две трети от стоимости выкопки соответственно цифры я указал здесь 20 тысяч рублей здесь 40 тысяч рублей здесь будет в районе 70 тысяч рублей опять же за счет механизации здесь я подразумеваю в расчете то что у нас уже есть щеточные столы калибраторы система интенсивной сушки и так далее то есть здесь мы используем минимальное количество ручного труда так переходим к самому интересному это урожайность здесь я указал урожайность 1 к 4 это та урожайность которую стоит закладывать в экономическую модель то есть некоторые считают там 1 к 5 1 к 6 нет необходимости этого делать поскольку у вас когда вы получите реальный фактический результат который будет примерно вот такой как вы видите здесь он будет равен 1 к 4 то есть я вот эту сумму 360 килограмм или там 1 и 2 тонны умножил на 4 это сумму мы получаем уже с учетом усушки чеснока с учетом выбороковки с учетом мелочевки и так далее то есть 1 к 4 это очень так скажем оптимистичный сценарий который стоит закладывать свой экономический расчет когда вы начинаете заниматься этим видом деятельности итак мы получаем с 30 соток 1 и 4 тонны с 1 гектара мы получаем 48 тонн с 3 гектар мы получаем 14 и 4 тонны далее идет у нас цена реализации соответственно 400 килограмм мы оставляем себе на следующий год вот здесь мы оставляем опять же на следующий год 1 и 2 тонны здесь мы оставляем себе три с половиной тонны и весь остальной объем мы реализуем по каким ценам цена реализации маленького объема она примерно 300 рублей за килограмм то есть это то к чему стоит стремиться опять же исхожу из тех цифр которые у нас так скажем сложились в регионе и по поводу урожайности то есть если вы находитесь в южном регионе урожайность у вас будет скорее всего что выше но цена реализации она у вас будет ниже потому что ну вот так сложилось то есть я нахожусь достаточно в северном регионе это кировская область у нас урожайность так скажем 1 к 4 я считаю но стоимость реализации она выше это не только касается чеснока но и всех остальных культур и так здесь на одном гектаре нам нужно будет реализовать 4 тонны соответственно мы выходим уже с этого объема на опт и нам так или иначе приходится делать скидку на объем здесь цена реализации в среднем по прошлому году я закладываю именно такую которая была у меня в прошлом сезоне то есть эта цена была 280 рублей за килограмм на тот объем который я сделал с 3 гектар цену я написала 250 то есть здесь будет больше оптовки соответственно средняя цена реализации она будет немножко ниже так выручка что мы имеем здесь мы продаем одну тонну соответственно выручка с проданного чеснока у нас будет 300 тысяч рублей здесь у нас будет выручка с одного выручка с одного гектара у нас займет примерно в районе одного миллиона рублей чуть-чуть побольше вот выручка с 3 гектаров у нас составит 2 миллиона 700 тысяч рублей следующий момент это расходы и вложения для того чтобы заниматься этим видом деятельности я посчитал все расходы которые мы с вами здесь прошли и их суммировал у меня получилось что в первый год вам необходимо будет вложить 240 тысяч рублей на 30 соток на второй год мы должны будем уже вложить 150 тысяч рублей это уже без учета посадочного материала то есть в первый год мы вкладывали еще сюда 90 тысяч рублей посадочный материал на второй год и последующий год он у нас будет уже свой и такой расчет я сделал по поводу площади 1 гектар и площади 3 гектар соответственно для того чтобы выкинуть в сезон для того чтобы начать заниматься на площади 1 гектар нам нужно примерно пол миллиона рублей это на первый сезон и на обслуживание второго сезона поскольку здесь мы имеем свой посадочный материал нам потребуется 280 тысяч рублей также я сделал расчеты на 3 гектара то есть если вы сразу планируете заходить на 3 гектара вам необходимо примерно будет такая сумма то есть 1 миллион триста двадцать тысяч рублей вот но на второй и последующие года вам эта сумма будет значительно меньше и вам потребуется в районе 400 тысяч рублей так и что мы имеем по прибыльности самый интересный момент вот прибыль у нас составляет 50000 рублей в первый год что составляет 21 процент на площади 30 соток то есть достаточно низкая так скажем рентабельность в первый сезон на второй сезон мы выходим уже под 90 процентов рентабельность то есть при вложениях 156 тысяч рублей мы получаем сравнимо такую же прибыль что составляет 92 процента годовых но опять же повторюсь я не учитываю и беру как за основу то что у нас уже имеется основные средства и оборудование которое у нас куплено изначально то есть если у нас нету данного оборудования то нам необходимо будет здесь эту сумму еще внести в расходы то есть если нам необходим мотоблок нам необходимо сделать полив и у нас нет сарая то первый год мы вообще получим допустим даже 0 процентов или так скажем убыток от вложений но основные средства у нас остаются на второй год посадочный материал у нас на второй год также остается и начиная со второго года у нас картина несколько меняется и мы можем вполне себе рассчитывать на такую сумму по прибыли так что касается прибыли на площади один гектар здесь нам необходимо вложить 500 тысяч рублей и в первый год мы вполне себе можем рассчитывать на прибыль в 490 тысяч рублей что в первый год составляет 94 тысячи рублей но если у нас нету ничего из оборудования из основных средств эту сумму так скажем в 500 тысяч рублей мы должны будем потратить на то же самое оборудование в первый год то есть это купить тяжелый дизельный мотоблок построить склад сделать систему полива то есть это мотопомпа повторю пожарная рукава сплинкера купить дробилку купить сажалку то есть это как раз равняется той сумме чистой прибыли за первый год которую мы вкладываем то есть если мы начинаем с нуля то рассчитывать на прибыль в первый год но не приходится вот по второму году картина очень интересная за счет механизации за счет оптимизации своего труда мы видим следующую картину то что мы вкладываем уже 200 тысяч рублей всего лишь 200 тысяч рублей на такой объем поскольку у нас опять же уже все есть в наличии есть посадочный материал есть земля разработанная есть склады дробилки сажалки и далее и вкладываем всего лишь 280 тысяч ой 218 тысяч рублей на обслуживание такой площади соответственно наша чистая прибыль может составить 780 тысяч рублей уже на второй год что в пересчете так скажем на вложенные деньги составит 320 процентов годовых так скажем за счет механизации мы можем здесь значительно увеличить рентабельность данного мероприятия то есть цифра конечно с ручным трудом она не сопоставимо приятнее так скажем смотреть на нее и давайте рассмотрим третий вариант когда мы заходим на 3 гектара в первый год мы можем получить вот такую сумму по прибыли что составляет ну так скажем сто процентов до округлим вот но опять же если у нас нету ничего если мы заходим в эту сферу с нуля все оборудование склада системы полива опрыскиватели дробилки и складской оборудование нам необходимо будет покупать и сумма прибыли за первый год она сопоставима с вот этим всем перечнем оборудования которое вам необходимо будет приобрести чтобы вырастить 3 гектара это прямо ну самое самое необходимое соответственно в первый год если вы заходите в эту сферу с полного нуля рассчитывать на прибыль опять же не приходится потому что все эти деньги вам изначально нужно будет вложить в оборудование и основные средства которые вам помогут вырастить 3 гектара чеснока вот но по второму году когда у вас есть уже свой посадочный материал так трактор полив склад и так далее то есть все складское оборудование сажалки и копалки и дробилки и так далее мы видим самую интересную картину то что при вложении в 400 тысяч рублей мы имеем прибыль по сезону в 2 миллиона двести восемьдесят тысяч рублей то есть на эту сумму мы вполне себе можем рассчитывать при выращивании 3 гектар чеснока что составляет колоссальных пятьсот сорок два процента годовых то есть здесь достаточно цифра но невероятная я бы сказал да космическая вот но именно такая цифра получается за счет механизации и ухода от ручного труда то есть в первом случае если мы выращиваем 30 соток начиная со второго года мы так скажем можем рассчитывать на приработок вот это соответственно не постоянный будет у нас не основной доход вот с площади 1 гектара мы можем допустим чередовать летом мы занимаемся одним видом деятельности и получаем с него определенный доход а зимой занимаемся другим видом деятельности потому что все-таки 700 тысяч рублей 700 пускай 790 на целый год семье допустим не хватит скорее всего что необходимо будет работать в зимний сезон а начиная уже с трех гектар можно будет полностью перейти на этот вид деятельности как основной и заниматься только им получая так скажем очень красивые цифры и жить только за счет темы по выращиванию чеснока но нужно опять же вложить все дело в механизацию то есть это опять же огромное вложение то есть по стоимости они примерно равны так скажем стоимости квартиры в небольшом городе то есть это так скажем история не для каждого я надеюсь данная тема была для вас полезна и актуальна ставьте палец вверх кто не подписан подписывайтесь на канал впереди будет очень много интересного с вами был александр удачи успехов до новых встреч пока